Ленинский городской округ славится своими достижениями в технических и военно-прикладных видах спорта. Один мотобол чего стоит. Большая часть игроков сборной России по мотоболу выходцы видновского металлурга. Да и остальным спортсменам есть чем похвастаться. Многочисленные победы на соревнованиях по мотокроссу, автоспорту, стрельбе из оружия. Мне хотелось бы отметить хорошее выступление у наших пары планеристов. Два спортсмена и тренер из города Видны. Они заняли первое место в чемпионате России. Удачно выступили наши авиамоделисты в этом году на чемпионате России. Тоже заняли третье место. Ведется в районе эта работа. В этом году ребята достигли хороших результатов. В 2019 году было проведено порядка семи гонок на выживание, столько же спирентов, заездов на личных автомобилях. На базе ДСАФ состоялось около 20 военно-патриотических мероприятий, в частности поисковые работы. Был открыт новый современный ТИР. На котором сейчас занимаются и обучаются все дети и желающие получить навыки по стрельбе. ТИР соответствует всем требованиям. И большую лепту, конечно, Радченко Николай Михайлович его донес. Большую лепту Николай Радченко вносит в деятельность каждой организации, которая входит в Московскую областную федерацию технических и военно-прикладных видов спорта. Будучи председателем федерации, он помогает спортсменам развивать свои навыки и участвовать в соревнованиях. Сейчас есть трудности в плане обеспечения мероприятий и спортивной безопасностью, и медицинскими помощями. Для этого нужны деньги. Мы собираем свои средства для того, чтобы обеспечить безопасность на этих мероприятиях. Но часто помогают и из администрации Ленинского района. Сейчас ведутся работы по благоустройству трассы «Юность» в Горках Ленинских. Протягивается освещение по всей длине трассы, чтобы заезды можно было делать не только днем, но и в вечернее время. Ведь место пользуется большой популярностью у любителей технических видов спорта. Трасса у нас сертифицирована, то есть на ней могут проводиться официальные мероприятия, гонки. Соответственно, поучаствовать может каждый. Естественно, люди для того, чтобы участвовать, они тренируются. Собственно, здесь у нас каждые выходные проходят тренировки. Также на будущий год рядом с трассой запланировано строительство технического клуба, где спортсмены смогут тренироваться, подготавливаться к заездам, обслуживать свои авто и мотоциклы. Здесь же будет размещаться помещение Федерации.